Всем привет, мои дорогие! Меня зовут Елена Галанта, и я, как всегда, рада вас приветствовать у себя в гостях на канале. Сегодня я для вас, наконец-то, подготовила 17 вечерних образов. Неважно, какой формат вечеринки, или просто скромный выход с друзьями в субботу вечером посидеть в кафе, или более пафосный вариант яркой, громкой летней свадьбы. В этом видео вы найдете для себя идеи интересных, необычных, ярких и более скромных вечерних нарядов. Так что, если вы не собираетесь просидеть все лето по вечерам дома, тогда смотрите это видео до самого конца. Здесь вы найдете много вдохновляющих вас идей. Как всегда, в самом начале напоминаю о том, что я создавала образы из конкретных вещей, которые вы сейчас можете найти онлайн у различных масс-маркет брендов и у различных онлайн-магазинов. Все, включая сами платья, обувь, сумки, украшения, аксессуары. Мои образы полностью готовы к употреблению, начиная с самого нуля и заканчивая самыми последними штрихами в виде аксессуаров. Ссылки на все вещи, которые я буду показывать в этом видео, я оставляю в инфобоксе, так что никаких дополнительных вопросов у вас быть не может. Вся информация вас ждет в описании под этим видео. И пока я еще не забыла, в самом начале объясню, что если я беру более дорогое платье из middle market сегмента, допустим, то в инфобоксе обязательно я для вас подбираю более доступные аналоги платьев, которые точно так же идеально впишутся в готовый комплект, но по более приятной цене. Все, не буду больше затягивать со вступлением, материала у нас много, 17 образов, начинаем. Итак, образ номер один, и здесь я решила сделать ставку на интереснейшее цветовое сочетание. Как всегда, вы знаете, я фанат необычных, интеллигентных, красивых цветовых сочетаний. Так вот, здесь будет у нас интересное и сочетание цветов, и, кроме того, еще и ставка на мелкую, интересную, необычную фактурность. Итак, начинаем. Платье, которое я для вас выбрала, это бренд Solace London. Наверное, те, кто интересуется модой, слышали неоднократно об этом бренде. Они специализируются на вечерних, красивых, но в то же время минималистичных платьях. Есть у них еще и коллекция интересных топов, блузок. Итак, это платье с мелкой, очень трендовой плесировкой. Практически это даже не выглядит как плесировка, а просто слегка как будто бы шатая ткань. Итак, необычное платье потрясающего пастельно-сиреневого цвета. Дополняем это платье сережками в таком же авангардном, минималистичном стиле. Кстати, всегда сочетайте сиреневый, особенно пастельно-сиреневый цвет с серебристыми аксессуарами или украшениями. Потому что этот цвет сам по себе как будто бы имеет серо-серебристый подтон, а значит этот цвет хорошо будет сочетаться именно с серебристыми украшениями. Особенно если в них еще и присутствует вот такой темный перламутр. Эти сережки это просто стопроцентное попадание в этот стиль. Сразу предупреждаю, все это миддл маркет и платье и серьги стоят примерно около 200-300 евро. Но как я уже говорила вам, я всегда, если выбираю что-то дорогое, то в инфобоксе предлагаю вам аналог из более доступного ценового сегмента. В данном конкретном случае я еще и подобрала сережки, которые в три раза дешевле, которые в принципе, скажем так, будут исполнять нужную нам роль, но не на все те 100%, насколько выполняют эту роль первые сережки. Итак, сейчас мы с вами просто добавляем трендовую сумочку бренда Культ Гай. Наверное, вы узнаете этот силуэт. Эта сумка является трендовой и желанной многими модницами уже не первый летний сезон, но в данном конкретном случае я ее выбрала даже не по этой причине, а по той, что она просто фантастически по цвету и по фактуре сочетается с нашим платьем. Обратите внимание, интересное сочетание сиреневый плюс пастельно-зеленый уже привлекает глаз. И глаз радуется еще больше по той причине, что у нас идет и сочетание по фактуре. Платье мелкая плессировка и на сумке у нас есть мелкие параллельные каркасообразующие элементы, которые визуально сочетаются с параллельными линиями плессировки на платье. Остается добавить только удобную обувь в том же серебристом оттенке. Кстати, хочу подчеркнуть, что практически во всех моих образах я буду использовать удобную обувь. Лично я фанат на вечеринках, не просто сидеть и красиво кушать за столом, а активно двигаться, танцевать, общаться с людьми, ходить по залу. Лично я всегда выбираю максимально удобную обувь, потому что лично мне кажется, что не имеет смысла красиво одеваться и сидеть как кукла, бояться двигаться, бояться дышать и уж тем более бояться танцевать, потому что вся одежда на девушке жутко-жутко неудобная. Я всегда за красивую одежду, но в то же время комфортную. Итак, возвращаемся к нашей теме. Босоножки я выбрала на невысоком, широком, устойчивом каблучке. Это бренд Regina Pio. Миллион раз вам рассказывала про этот сингапурский бренд. Мало того, что эти босоножки абсолютно трендовые, так они еще, как я уже сказала, точно по той же причине идеально сочетаются с платьем, что и сумка. И вот такой интереснейший, минималистичный образ у меня получился. Мне кажется, что это один из самых интеллигентных образов моей подборки. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте о том, что ссылки на все подобранные мной вещи вы найдете в инфобоксе, а мы переходим к образу номер два. Образ номер два и это платье, признаюсь честно, лежит у меня в виш-листе, но, скажем так, уже месяц, так точно. Я жду скидок на Net-a-Porter, потому что безумно, безумно влюбилась в это платье. Это стопроцентное попадание в мое сердце. Очень мне нравится, во-первых, контрастное черно-белое исполнение этого платья, ну, а во-вторых, бельевой стиль всегда вне моды, всегда вне трендов, всегда выглядит актуально именно на вечеринках прежде всего. Итак, берем это платье и продолжаем логику черно-белых сочетаний. Я решила подобрать вот такие сережки-клипсы. Это бренд Кеннис Джей Лейн. Миллион раз тоже вам рассказывала про этот бренд. У меня много украшений бижутерии этого бренда. Посмотрите, он уже интересно повторяет черно-белое настроение платья. И в этот раз я решила добавить к образу цветной элемент, потому что если бы это было строгое черно-белое исполнение, было бы немного скучновато. Это все-таки мы с вами говорим о вечеринках. И хочется видеть немного яркого цвета, тем более мы говорим про летние вечеринки. Итак, я добавила яркую солнечную сумку бренда The Attico. Вы тоже уже не раз слышали из моих уст об этом бренде. У меня есть вечерняя сумочка этого бренда. Они специализируются именно на вечерних аксессуарах, вечерних нарядах. И посмотрите, насколько весело уже выглядит этот наряд вместе с яркой сумочкой. Единственное, что нам остается добавить, это просто босоножки с тонкими перемычками, трендовые, но в то же время абсолютно удобные, в которых можно будет танцевать до рассвета. Кстати, если вам не нравится желтый акцент, есть еще точно такая же сумка в красном цвете, с такими же очень, ну скажем так, в бохошик стиле перьями. И, кстати, эта сумочка красная сейчас продается по хорошей скидке. Тоже оставлю вам ссылку на этот аутфит. Образ номер три. Продолжаем говорить про яркие цветовые сочетания, которые так будут уместны именно на летних вечеринках. Итак, берем платье бренда Zara ярко-ярко-ярко-синем цвете. Очень, кстати, хорошее платье. Оно полностью закрывает линию бюстгальтера. То есть, для всех девочек, кто не может не носить бюстгальтер, это идеальное платье. Итак, добавляем синие сережки в точно таком же оттенке синего цвета, который я случайно нашла на сайте Mango. Очень классное будет попадание. А попадаем мы в цвет именно из-за того, что дальше у нас будет ставка на интересное, необычное сочетание цвета. Добавляем сиреневую сумку бренда CultGuy. Эти сумки потрясающе необычно смотрятся именно в вечерних образах. Лично я немного устала от стандартных клатчей. Хочется что-нибудь более необычное, более яркое, авангардное. Клатчи – это, конечно, хорошо, но если есть возможность, лучше выбирать какие-то более необычные сумки. Как всегда, я для вас подобрала и более обычные сумки в том же самом сиреневом оттенке. Это более стандартный клатч сиреневого цвета. И еще одна сумочка с петлей, трендовая сумочка с петлей, которую я нашла на сайте LaModa. Это сумки, которые идеально впишутся в этот образ, если вы не хотите покупать себе вещи middle market сегмента. Светло-голубые босоножки по той причине, что у нас здесь складывается с вами хорошее, очень интересное сочетание синий плюс сиреневый. И для того, чтобы поддержать это сочетание цветов, мы выбираем голубые сережки, которые будут здорово сочетаться и синим цветом платья, и с сиреневым цветом сумки. И вот такой образ номер три у меня получился. Честно, я очень довольна этим образом. Кстати, в инфобоксе я для вас подобрала различные платья, не только это конкретно синее, но и другие варианты платьев в точно таком же синем оттенке, но в других фасонах. Если, допустим, это платье на вас не сядет, вы сможете повторить этот же образ с использованием других платьев, такого же оттенка, но других фасонов. Так что не забывайте в любом случае открывать мой инфобокс. Четвертый образ. Я решила взять более нарядное платье на случай, ну скажем так, более нарядного мероприятия, возможно свадьбы. Это очень интересное, необычное платье, которое я нашла на сайте ASOS. Посмотрите, насколько интересно, необычно оно выглядит. Это плотная вышивка бисером, пайетками, и мне нравится, что на фоне спокойных белокремовых оттенков выбивается пару линий яркого неонового цвета. Безумно нравится мне это платье. Я думаю, что это одно из тех платьев, на которые стоит обратить внимание. Подобрала я к этому платью трендовую сумку в форме багет, полностью усыпанную пайетками. Это еще один идеальный вариант для вечеров. Пайетки всегда выглядят нарядно. Ну а трендовая форма, с одной стороны, на плечо ее удобно будет надевать, если у вас формат вечеринки больше в формате фуршета, то есть вам нужно будет много передвигаться. И еще это маленькая короткая ручка, то есть такая сумка будет выглядеть абсолютно трендово и современно. Сережки подбираю в форме морских звезд, которые визуально будут слегка повторять узор, присутствующий на платье. И вот такой образ номер 4 у нас получился достаточно нарядный, но в то же время очень удобный. Пятый образ полная противоположность предыдущего образа, потому что это простой, не слишком нарядный образ для того, чтобы просто выйти с подружками посидеть вечером в субботу в кафе. Итак, я выбрала платье 100% шелк, это бренд Диана фон Фюрстенберг, наверное вы знаете об этом бренде, его создательница и является автором самой идеи, самого кроя платьев с запахом. Итак, это 100% шелк, потрясающе яркое, необычное сочетание цветов, как я уже говорила летом, особенно хочется поиграть с яркими цветовыми сочетаниями. Итак, босоножки я подобрала, которые будут полностью поддерживать настроение платья, точно такое же сочетание цветов, которое даже визуально будет создавать эффект, как будто платье логически имеет продолжение на вашу обувь и влияние на вашу обувь. И обычный маленький клатч, который идеально по цветовой композиции сочетается с нашим платьем. Здесь я предлагаю уйти в абсолютный минимализм с украшениями, потому что когда у нас в основном аутфите есть много ярких цветных акцентов, много сложной игры с цветовыми сочетаниями, то в украшениях, в бижутерии, в аксессуарах лучше уйти в минимализм. Поэтому здесь я не предлагаю вам никакие украшения, просто надевайте свои любимые гвоздики-сережки или что-то очень минималистичное, простое, что не будет бросаться в глаза. И вот такой абсолютно спокойный, нейтральный образ для скромного выхода с подружками в кафе у меня получился под номером 5. Шестой образ. Ну какой же наряд у нас бывает без пайеток? Конечно, у меня несколько образов будет с использованием платьев с пайетками. Кстати, очень хорошая коллекция подобных платьев, платьев с пайетками, вы сейчас можете найти на сайте Манго, у них есть неплохая коллекция вечерних коктейльных платьев с пайетками. Итак, предлагаю взять в следующем образе платье Макси с пайетками на тонких бретельках. Кстати, очень хороший правильный вырез, опять же подойдет для девочек, кто носит бюстгальтер. Например, вырез на пройме и на груди не слишком глубокий, и мне нравится, что это Макси платье, оно очень нарядно смотрится. В то же время игра пайеток очень скромная, ненавязчивая. Есть интересные переливы, серебряно-бежевые переливы, мне безумно нравится именно вот такое сочетание пайеток. И вот тут я вам предлагаю воссоздать образ, который вы видите на сайте Манго. Итак, предлагаю дополнить этот образ обычными сандалиями на плоском ходу. Я представляю себе это платье как идеальное платье для летней свадьбы на природе. То есть тогда, когда вам нужен максимальный комфорт, обувь на плоском ходу, потому что по газонам невозможно, просто невозможно ходить на тонких каблуках. И точно так же, как на модели, я предлагаю распустить волосы, придать им легкую фактуру, возможно легкую волну. Но, скажем так, полностью уйти в спокойный европейский boho chic стиль. Сумочка идеально вписывается в этот образ. Это тоже бренд Манго, тоже оставляю на нее ссылку. И, как я уже сказала, сандалии-босоножки на плоском ходу. Я подобрала, кстати, для вас на сайте Asos босоножки, которые идеально впишутся в этот образ. У них есть элемент из золотистого металла на самих босоножках. И именно этот элемент будет здорово сочетать босоножки с самим образом, то есть с самим платьем. Ну и добавляем серьги, аксессуары, потому что, когда мы с вами говорим про boho chic стиль, очень важно не забывать про украшения, про бижутерию. Обязательно сережки. Я для вас подобрала два варианта сережек, которые идеально вписываются в этот образ. Ну и можно еще на шею набросить несколько тонких цепочек разной длины, возможно, с монетками или с какими-то небольшими, не слишком яркими подвесками. Вот такой удобный и в то же время стильный образ у меня получился под номером шесть, а мы переходим к следующему. Седьмой образ. Полная противоположность всем предыдущим. Итак, берем платье с открытой спиной. Естественно, вы сами понимаете, что такое платье подойдет прежде всего для девочек, кто может ходить без бюстгальтера. Очень красивый воротник, слегка стойко воротник, и безумно мне нравится подол этого платья. В этом платье есть жесткая форма по подолу, благодаря чему это платье выглядит как трапеция. Посмотрите, насколько красиво это платье будет выглядеть в движении. Производители предлагают еще небольшой полупрозрачный ремень, но я все-таки буду настаивать, чтобы это платье надевали именно без ремня и в нем много танцевали. Босоножки удобные на высоком, но широком устойчивом каблуке. И вот такой маленький клатч-сумочку я для вас подобрала. Это клатч бренда Zara. Кстати, у клатча есть еще тонкая цепочка, то есть не волнуйтесь, ее можно будет повесить и на плечо. И яркие красные сережки-кольца просто для того, чтобы разобрать по деталям цвета, присутствующие в клатче. И у нас с вами получается интересное сочетание оранжевого плюс небольшие акценты красного и небольшие акценты черного. Очень яркий, очень оптимистичный, очень летний образ. Восьмой образ, и здесь я решила наконец-то уйти в полностью нюдовую тему, потому что не всем носить яркие насыщенные цвета летом. Я знаю, многие из вас любят нейтральные, спокойные базовые цвета, и это тоже, возможно, может быть хорошей идеей для вечернего выхода. Итак, я нашла потрясающее платье с полностью открытой линией декольте. Если вы знаете, что у вас красивая линия плечей, ключицы, декольте, то обязательно обратите внимание на это платье. А еще мне нравится безумно благородный, правильный оттенок песочно-бежевого цвета. Итак, так как у нас вся зона декольте будет открыта, я предлагаю использовать именно и надеть именно большие сережки. Не украшения на шею, а именно серьги будут особенно подчеркивать вот эту зону шеи. Итак, потрясающие невероятные серьги я нашла на сайте Shopbob. Кстати, у них вот почему-то именно на Shopbob есть шикарнейшая коллекция сережек, украшений. И если мне нужны какие-то серьги, необычные statement earrings, то есть яркие, привлекающие внимание серьги, то первым делом я иду именно на Shopbob. Посмотрите, насколько невероятно красивые сережки я подобрала к этому платью. Специально показываю, как эти серьги выглядят на модели. Они очень длинные, они практически достают до ключиц, и это делают эти сережки просто идеальными для этого платья. Клач, недорогой соломенный клач, который я нашла на сайте Asos. И посмотрите, как здорово в целом складывается этот образ. В принципе, если вы не любите каблуки, вы можете заменить каблуки и на обычные сандали на плоском ходу. Когда у нас вот такое длинное платье в пол, обувь на плоском ходу тоже будет хорошо смотреться. Вот я смотрю на этот калаш и думаю, как же классно сочетаются клач, серьги и платье в одном этом образе. Лично я, не задумываясь, впрыгнула бы в этот образ, осталось только, чтобы меня куда-то кто-то пригласил. Но это уже другие проблемы, продолжаем с вами тему. И следующее платье, которое я хочу вам показать, и на которое я хочу, чтобы вы все обратили внимание, это плессированное платье на тонких бретельках бренда Mango. Я его мерила буквально два дня назад, когда была в одном из магазинов Mango, и просто в него влюбилась. Потрясающе стильное платье. В принципе, оно немного повторяет силуэт предыдущего платья, но здесь немного другое настроение, более свободное, более демократичное. Это плессированная ткань, кстати. Это же платье есть еще и в красном цвете. Эти платья есть и на официальном сайте Mango, и на сайте LaModa. Оставлю ссылку и туда, и туда. И, кстати, я хочу здесь сделать маленький акцент и подчеркнуть, что не носите это платье с поясом, как показано на модели. Этот тонкий поясок очень простит это платье. Если вы хотите присадить силуэт, если вы не хотите, чтобы это платье было с таким разлетающимся силуэтом, тогда затяните канатики сзади по спине. То есть не нужно опоясывать полностью это платье. Вам достаточно будет только стянуть эти канатики по спине и завязать небольшим узелочком. И именно вот это хороший способ присадить это платье по фигуре. Но я бы вам не советовала это делать, потому что все-таки хочется это платье видеть в движении, в свободе, в активном танце. Именно для вот такого активного времяпрепровождения было придумано это платье, и в частности этот фасон. Итак, здесь я тоже делаю ставку на интересное сочетание цветов, добавляю огненно-оранжевый клатч, или просто любой оранжевый элемент будет хорошо смотреться. И вот здесь мне бы все-таки захотелось добавить жюрелье. Мы с вами очень много говорили про сережки, а хочется именно украшения на шею. Вот в данном конкретном случае я подобрала для вас идеальное украшение с камнем, которое здорово будет смотреться конкретно с этим платьем. Ну а если нет, то у этого же производителя есть и сережки, которые тоже будут хорошо смотреться с этим платьем. Добавляем босоножки, которые были на мне, когда я примеряла это платье. Это мои босоножки бренда ByFar. Я вам уже тоже много рассказывала про эти босоножки, и в видео про тренды обуви, и в видео про must-have. Это босоножки, которые лично я себе купила, уже неделю их ношу, очень довольна. Они на удивление удобные, и посмотрите, насколько классно они вписываются в наш образ и к нашему платью, просто идеально подходят. Это был девятый образ, и десятый образ я решила наконец-то поиграть с желтым цветом. Желтый цвет идеально смотрится летом, особенно на загоревшую кожу, или если вы умеете правильно подбирать свой оттенок желтого, более холодный для холодного цвета типа, и более горячий, теплый, оранжевый для теплого цвета типа. И вот такое платье для вас нашла на сайте LaModa. Это бренд Lucky Move. Очень мне нравится, как дизайнеры используют органзу, полупрозрачный материал в данном конкретном случае. Это безумно актуально и красиво, изысканно смотрится. Итак, опять же продолжаем тему интересных цветовых сочетаний. К платью я подобрала сережки, которые идеально совпадают по оттенку и по вот такой воздушной, я бы сказала, текстуре, и сиреневый клатч. Посмотрите, как классно сочетаются эти все элементы между собой. Подойдет всем девочкам, которые любят делать акцент на свои ножки и на свои плечи, потому что зона живота, зона талии, зона бедер у нас полностью прикрыта. Ну, скажем так, на фигуру яблока или прямоугольник вот такое платье будет смотреться идеально. Кстати, забыла проговорить о том, что если вам не нравится или не подходит подобный силуэт, то, допустим, если вы тип фигуры груша, то я для вас подобрала более силуэтное платье, которое делает акцент в районе талии. Это платье, которое я нашла на сайте Asos, и этим платьем можно идеально заменить предыдущее платье, и образ будет точно так же хорошо смотреться, но в другом силуэте. Одиннадцатый образ. Наконец-то я хочу использовать комбинезон. Я вообще считаю, что комбинезоны это идеальная вещь для того, чтобы разнообразить свои вечерние выходы, потому что всегда на вечеринках, абсолютное большинство девочек в платье. Если вы хотите выделиться, берите комбинезон. Итак, это недорогой комбинезон, который я нашла на сайте Mango. Это, опять же, та же легкая плесеровка, которая очень трендово и очень актуально выглядит сейчас. И этот образ я планировала не для слишком пафосного, скажем так, мероприятия, а опять же для какого-то скромного выхода с друзьями в субботу вечером. И здесь я решила сделать ставку на черно-белое сочетание. Итак, добавляю яркие сережки, люстры. Вот прям хочется чего-нибудь очень акцентного, очень большого. Это серьги бренда Cult Guy. Вначале я вам рассказывала про этот бренд. Кстати, сейчас начались скидки на сайте Matches Fashion. И там именно эти серьги сейчас продаются с 40% скидкой. Они у меня уже лежат в виш-листе, скорее всего, я их куплю. Можно заменить их и более дешевыми сережками. Самое главное, чтобы это были белые или желательно даже полупрозрачные большие серьги. Я позволила себе вольность и добавила к этому образу невероятный клатч, сумочка, шарик. Это тоже бренд Cult Guy. Это middle market сегмент. Да, эта сумка стоит порядка 200 евро. Не самая, скажем так, притягательная цена. Но посмотрите, насколько классно эта сумочка сочетается с нашим образом. Если вы не можете себе позволить такие цены, то предлагаю заменить этот шарик, эту сумочку в шарик. Клатчем. Тоже сумочка, наверное, правильнее сказать. От бренда Zara. Это золотая ракушка. Тоже очень неплохой выбор. И, как вы понимаете, эта ракушка стоит на порядок дешевле. Но, с другой стороны, все-таки я буду настаивать, что, если можете себе позволить, купите этот шарик. Вы будете самой неотразимой на вечеринке. Это точно. Ну и, кстати, забыла проговорить. Удобные босоножки с трендовыми PVC, то есть полупрозрачными вставками. Можно сказать, что это танкетка, потому что такой каблук очень удобный. Он ощущается так же, как танкетка. То есть в таких каблуках и на таких босоножках можно будет реально протанцевать весь вечер. Двенадцатый образ, и, наконец-то, я предлагаю вам мини, потому что в абсолютном большинстве моих образов есть или мидии, или макси. Но, возможно, вы любитель мини для летних вечеров. И вот это платье идеально как раз именно для любителей мини. И открытые плечи, очень благородный оттенок голубого цвета и девчачий, милейший принт, цветочный принт. И обратите внимание, что он выглядит очень благородно. То есть, с одной стороны, цветочный принт не самый лучший принт для летних вечеринок, потому что все-таки он у нас ассоциируется с чем-то более простым, с чем-то более кэжуальным. Но в данном конкретном случае цветочный принт очень благородный. И я решила повторить и усилить этот кукольный фасон этого платья. Добавляю необычную сумочку. Я ее называю пушистик. Такая пушистая сумочка, которая очень классно будет смотреться с этим платьем, конечно. Я вижу, прежде всего, какую-то молоденькую девочку в этом образе, потому что все здесь имеет ассоциацию с кукольными какими-то элементами, с кукольным образом. Опять же, удобные босоножки с полупрозрачными вставками и серьги-цветы. Которые немного повторяют логику цветочного принта на платье. Еще раз повторюсь, что я вижу этот образ на какой-то молодой девушке. Неважно, ей 18 или 25. Главное, чтобы вы сияли молодостью. Очень классный образ получился. Честно говоря, я в него тоже влюблена. И очень надеюсь, что многим из вас он тоже пришелся по вкусу. 13 образ. И это полная противоположность предыдущего образа, потому что он более статусный, он более взрослый. Итак, берем платье бренда Marica Vera. Это платье middle market сегмента, которое я нашла на сайте Net-a-Porter. Очень мне нравится дорогой фасон. Струящиеся материалы. И очень интересное сочетание приглушенного красного цвета и фиолетовых элементов. Мы с вами будем продолжать логику этого сочетания красный плюс фиолетовый. Итак, предлагаю добавить ту самую сумочку бренда Cult Guy, которую я уже показывала. Этот сиреневый цвет подыграет тем фиолетовым вставкам, которые есть на платье. И такие же босоножки на невысоком каблучке в тот же самый оттенок, скажем так, красного цвета, который присутствует на платье. И крупные серьги-кольца сиреневого цвета, который примерно совпадает с цветом сумки. Очень мне нравится этот образ. Он более взрослый, более статусный, более дорогой. Да и, в принципе, сами элементы, из которых я создала этот образ, более дорогие, это все вещи, которые сейчас можно найти на Net-a-Porter. А мы переходим к следующему образу. И это опять пайетки. Я нашла это платье на сайте Mango и просто в него влюбилась. Во-первых, это мини. Во-вторых, это интересный рукав плечи, летучая мышь. Очень здорово будет смотреться. Такой легкий намек на 80-е. И мы продолжаем логику золотисто-черных пайеток. Сумочка, маленькая сумочка с канатиками, которую я нашла на сайте La Moda. Это, кстати, бренд Mango. Если вы не любите совершать покупки на сайте La Moda, на сайте Mango есть похожая, но белая сумочка. И я подобрала серьги, которые вот просто выглядят, как будто эти пайетки выскочили из платья и набросились на ваши ушки. Вот такое логическое продолжение этих пайеток в золотистом исполнении, как будто это такой, ну скажем так, дождик капает с ваших ушей и дальше превращаются в пайетки на вашем платье. И базовые, можно сказать, золотистые босоножки, опять же, на удобном устойчивом каблучке. Кстати, это же платье еще и продается на сайте La Moda, так что выбирайте то место, где вам удобнее совершать шоппинг. Ну а в принципе на сайте La Moda вы можете найти много других похожих платьев. Я тоже оставлю ссылки на аналоги, если конкретно этот фасон не сядет на вашу фигуру. 15 образ, здесь я решила взять кафтан, накидку, потому что иногда хочется прикрыть свои плечи, иногда хочется что-то более спокойное, струящееся, длинное, что будет прикрывать ваши плечи и руки. Вот такой полупрозрачный, очень благородный кафтан я нашла на сайте Mango. Единственное, что нам понадобится, это какое-то белое молочное платье подобрать под этот кафтан. Я подобрала несколько вариантов, все зависит от вашей фигуры, возможно у вас есть уже готовое платье, идеально будет смотреться платье в минималистичном стиле или в бельевом стиле на бретельках. Нам нужно что-то нейтральное для того, чтобы кафтан вышел на первый план и просто какой-то белый холст под него. Опять же предлагаю взять красивую маленькую сумочку на канатиках с пайетками, которые идеально будут вписываться в это молочное настроение, благородное молочное настроение этого образа. Босоножки на плоском ходу с инкрустациями. Я именно подобрала вариант босоножек с инкрустациями для того, чтобы они выглядели более нарядно в нашем образе, но в то же время идеально вписывались в это молочное, спокойное, интеллигентное настроение образа. Я вижу этот образ на какой-то женщине взрослой, на женщине возможно мудрого возраста, мне кажется, что это идеальный вариант для всех женщин 50+. И у нас осталось два образа для девушек plus size, то есть для всех девушек с женственными, объемными, пышными формами. Итак, платье номер один, которое я лично влюбилась, нашла я его на сайте ASOS в разделе plus size, оно полностью усыпано нейтральными, спокойными пайетками. Пайетки в бледно-розовом, бледно-сиреневом и серебристых молочных оттенках. Очень мне нравится именно цветовое сочетание пайета, которое присутствует на этом платье. Да, есть достаточно глубокий разрез, не спорю, разрез очень провокационный, но если вы уверенная в себе женщина в размере plus size, то почему бы и нет? Кстати, это же платье есть еще и в категории маленькие размеры для высокого роста, то есть если вам нравится это платье, этот образ, не проблема, вы можете найти это платье практически в любой размерной сетке. Добавляем трендовую сумку-мешочек с пайетками, точнее это не пайетки, это бисер, который пришитый, очень плотно выглядит, как будто это пайетки. Эта сумочка будет идеально сочетаться с нашим платьем. Специально хочу показать, как смотрится эта сумка в руке, безумно стильно она будет смотреться именно в движении, именно в шаге. Мне кажется, что это одна из самых недооцененных сумочек в доступном ценовом сегменте, который вы сейчас можете найти на Asos, потому что в принципе на Asos очень мало хороших, достойных вечерних сумочек, но вот лично это меня покорило. И добавляем серьги с инкрустациями для того, чтобы весь образ у нас слегка блестел и выглядел очень вечерним и очень нарядным. И второе платье в категории Plus Size, это платье с запахом. Я уже много вам говорила раз о том, что на девочках Plus Size очень хорошо смотрится открытое декольте, потому что у вас всегда красивая грудь, ее нужно подчеркивать. И платье с запахом это идеальная вещь для того, чтобы подчеркнуть свою зону декольте. Спокойно коричнево-кремовые пайетки, но все-таки это пайетки, потому что хочется каких-то блесток, какого-то яркого, блестящего настроения. В летние субботние вечера. Сюда я решила добавить ту самую сумочку, ракушку бренда Zara и удобные золотистые босоножки. И вот так выглядит мой 17 образ. Я очень надеюсь, что этот образ вам понравился. Обязательно напишите мне в комментариях, какой из образов вам понравился больше всего, какой из образов вы готовы повторить. Я вам желаю ярких, сумасшедших, веселых летних вечеров в любом наряде, неважно, главное, чтобы вы себя всегда и везде чувствовали королевой. Все, целую, обнимаю, всем хорошего дня. Всем привет, мои дорогие, меня зовут Елена Галант, и я, как всегда, рада вас приветствовать у себя в гостях. И сегодня у меня особенный день. Аллилуйя, я наконец-то пригласила в гости свою любимую. Давай быстрее заходи. Она стесняется. Мама, привет. И, наконец-то, сегодня мы снимаем лукбук. Обязательно продолжайте смотреть. Дальше будет много красоты.